Мы сегодня будем продолжать нашу учебу. Начнем заново, 22 главе. Разница между 21 и продолжение 22 главе в очень серьезный шаг. Шаг, который разделяет между сотворенный, имеющий со собой чувство «я», сотворенный, который чувствует своих нужд, но не отрицает существование Всевышнему и, конечно, не хочет идти против Творца. Таким сотворением, которое мы называем «клипот», который готов и ты, и против. Да, конечно, так созданно. Они же созданы специально так. Ну, не важно, создание несознания. Мы говорили, что будем учить, значит, еще мы не знаем. Мы будем дойти, будем понимать, как. Постараемся понять. И мы говорим, что речь, как в человеке, речь это означает, что это определенные, уже отдельно от него существующие слова. СМИ, мысль, которая передается уже на речь, он уже отделен от себя, и он думает, как это передать другими. Весь речь создан для того, что делает другими. Передать другими информацию. И когда человек выговорил себе, он уже отделился от своих слов, они уже не принадлежат ему. И вернуть это обратно невозможно. 21 урок мы учили, как речь Всевышнему не похожа на речь человека. Потому что все внутри Всевышнему. В 22-м будем изучать, как все-таки есть такое. Очень много сходства между речь человеком, где речь отделена по-настоящему от человека, и речь Всевышнему, которая может казаться хотя бы, как отделена полностью от Всевышнего. Для того, чтобы это понять, я перевожу пример. Как это может быть, вот такое отделение между человеком и восприятием Тору. Например, да. Например, когда мы учим Хасидут о желании быть ближе ко Всевышнему. И мы говорим, что эта любовь похожа на огню. Огонь. Или когда нам объясняется, что учение Тору похоже на воды. Как вода спускается с вишем вниз. Как она холодная. И она клеит всего. Вот такая и есть Тору или Хохму. То есть, есть три уровня восприятия. Первый, ну, допустим, как у Пророка. Пророк, что особенно в Пророк, он видит Божественность. Видит у него Божественность. В духовности это очевидно, как у нас. Понятно и ясно в физической жизни. Он видит это. И когда он видит Хохма, и он пытается нам объяснить Хохма, что он говорит, похоже к воде. Или когда он хочет говорить, что такой любовь у меня была. Прям горячая и горячая. Как огня. Что у него побольше чувствуется? Его притча про огня или про воде? Или Хохму? Или чувство любви к Всевышнему? Как вы думаете? Чувствуется. Духовное понимание. То есть он живет в этом духовном мире. Для него это вот ясно. Он хочет передать нам. Передать нам. Объяснить нам, какое это чувство. Как это выглядит, а мы не понимаем в духовности. Для этого он перевел это в слова, как огня, как воды. Почему? Нам это понятно, что такое огонь, что такое воды. Поэтому мы получаем из этого притча какое-то представление ее чувства. Понятно? Когда мы сидим рядом с такой человеком. Мы сидим рядом с Ребе и услышали от него хасидут. И он объяснил долго, что такое Хохму. И помимо того, он говорил, что есть какое-то сходство Хохму с воды. Или он объяснил, что чувство, когда есть любви ко Всевышнему, она такая спирчивая, такая сильная, такая горячая. Это во многое сходство с огня. То, как мы чувствуем, как мы смотрим на слово в этого контекста, да? Когда он говорит нам огонь. Что мы чувствуем по этому слову огня? Как вы думаете? То есть мы найдем, что мы найдем? Ты говорила тепло. Почему мы говорим огнем? Мы почувствуем, мы по себе представляем тепло. Поднятая огня. Почему мы не смотрим, а зажигалка говорит, вот огонь, огонь. Почему? Почему мы понимаем, что с нами говорят? О ее характеристиках. То есть мы понимаем, что идет речь о духовное какое-то состояние. Нам дали притча про огня. Поэтому мы понимаем, вот физически огнем, как он выглядит. И говорят, да, но это не огонь. Мы говорим о такой-то характеристике, которая есть в огне, которая нам объясняет его чувств. И его чувств. Поэтому мы будем искать что? Какая-то выше, чем облежка огня. Не ее образ. А по сути какая она, и через это мы поймем, о чем он говорит. Вы понимаете, о чем я говорю? Или это совсем не то? Ну да, вы духовную часть представляете как материальную. Нам понятнее материальное. Попытаются переводить это еще попозже. Я говорю, что у меня есть большое чувство. Я очень-очень-очень люблю моего сына. Очень люблю. Меня спрашивают, ну как ты его любишь? Очень. Очень это не описание. А как? Как это? Мне просто... Ощущение. Какое ощущение? Я не могу. У меня весь сердце стучит так быстро. Прямо как огня у меня горит внутри. Да? Вы почувствуете мою любовь к моему сыну? Не почувствуете? А когда я говорю, что это как огнем, что я объяснил вам? Чуть-чуть представляем больше. Ощущение. Но вы не почувствуете... Никто не будет вынимать спички и звучку? Нет. Почему нет? Не надо. То есть мы понимаем, что не огнем идет речь, а чувство какое-то внутри. Внутренное чувство. А есть люди, которые оторваны. Вот это... У нас это называлось вышивой журналисты. Они смотрят на все цинично от сторону. Не пропускают через себя. У них ситуация-то какая-то картина. Они не живут внутри ситуации, а наружу смотрят журналисты. А журналист все будет говорить. У этого, у этого человека огнем в сердце. И он будет писать карикатуры, когда человек внутри спалил его сердце. Он так это представляет. В чем разница между нас троих? В чем разница? Ну, понятно, что у меня чувство, оно духовное полностью. Оно мое, душевное чувство, да? Душевное чувство. У вас представление этого чувства. Это не ваше чувство. Это представление этого чувства. А у того ни о чем. Просто ни о чем. Он вообще другой. Вот мой учитель Ваешива так объяснил разницу между клепот и все других сотворений. Клепот это как журналист. Он принимал все, что есть в духовности, только в обличии. Только в упаковке. Это называется клепа. Шкурку. Только в упаковке. Слово. Говорили, огня. Значит, огнем. Значит, ветер. Ветер. Вода. Вода. Все. Что еще говорит? Все технически. Это стало только в упаковке. Только ее поверхностно. Ничего, по сути, не вникало внутри. То есть, сотворения, которые были, не вникли под, в пути, вот, в спуск в Иштар-Шелут, получили мало объяснения и мало представления этого огня и любви. Мало представления этого хохму и воды. Мало представления этого хасад о сладости. Они получают меньше, они могут принимать к себе поменьше духовность. Но они всегда понимают, что ее есть. Клепот так не думает. Это неинтересно. Упаковка. Сказали огнем? Есть огнем. Сказали, что есть мир? Значит, есть мир. Сказали, что есть земля. Есть земля. Сказали, что вода. То есть, вода. Это не какое-то внутри вода что-то есть. Нет. Что сказали, то есть. Статистики берут цифры. Их не интересует по сути, что происходит внутри. Это может быть самая большая ложь. Всевышнему говорил, да будет земля. Есть земля. Что еще сказать? Сказал, что будет земля. Есть земля. Он сказал, что я буду. Да, я есть. Он сказал, что есть воды. То есть, воды. Что вы хотите от меня? Вот. Он смотрит всегда на упаковку. Не на внутреннюю часть. Это, по сути, есть клепа. Поэтому мы говорим, что клепа получают откуда нет спуска. Нет спуска, нет спуска. Потому что там все идет по мере. Потому что там все идет по мере. Количество, которое тебе предназначено по сути. То есть, по сути, у тебя должно быть определенное количество качества. А определенное качество, это ты получишь. Не более, не меньше. Не более, не меньше. А упаковочники. У них нет качества. Они хотят больше количества. А количество где получим? Где не считается. Где нет расчет. Это как коррумпированные люди. Им не нужно бюджет. Им нужно выше. А дай им вне бюджета. Где можно украсть побольше. Казначейство дай. Дай положить лапу туда. Больше им не надо. Вот это разница между речью у Всевышнего, который разговаривает. Мир, и который разговаривает. Клепот. Клепот это таких, которые вижу только упаковка. Поэтому они такие. Они оторваны от Всевышнего. Потому что они видят только обложка. И больше им не надо. Вообратно, все остальное имеет определенные качества. И это качество имеет определенное количество духовностей. она умеренно соответствующей на то количество, которое нуждается это сотворение. В этом мире, естественно, очень много клепот. Как мы это видим. Мы видим все на поверхности. Нам кажется, что мир в таком порядке, как он есть сейчас, вот он такой. не надо ничего больше. Если мы сумеем добавить себе какой-то изюминка, какой-то духовной составляющей, мы такие счастливые, такие гордые в себе, что представлять даже нельзя. О чем хвастаются наши близкие? Ты знаешь, я начал слушать музыку и это уже необычное. Я не только жгу и сплю и как что-то еще больше делаю. Вот об этом хвастает. Хвастает. Потому что никто не хвастает. А ты знаешь, сколько я жрал вчера. Это неинтересно. Это все делают. То есть в нашем мире количество, качество практически отсутствует. и поэтому мы говорим в этом мире, который наполнен клепот и грешные побеждают. Почему? Потому что это и есть главное тут в этом мире. В верхнем мире что больше видно? Качество. Сколько больше качества, так и больше уважают. Поэтому в Мишну мы читаем что один из Мураим один из Танаим у него была клиническая смерть. Он поднялся в небесах встречался отца и увидел что отец плачет и смеется. Он говорит отец почему ты плачешь и смеется? Плачете и смеетесь. Он говорит так плачу потому что ты близок к нам. Тебе не осталось много времени жить в той мире. Из-за этого я плачу как папа. А смеюсь и радуюсь потому что ты в этом мире очень важен. Тебя тут очень сильно ждут. Папа расскажи мне в чем разница между этот мир и нашим мир. Отвечает ему отца в этот мир все обратно чем ваше мир. Всех которые считаются важны в вашем мир здесь считаются самые неважные. А тех которые важны у нас у вас считаются неважны. Прекрасная характеристика. У нас важны кто? кто важный? Ну давай кто важный у нас в нашем мире? Что даст что даст нам чувство важности? Что передает? Власть и деньги. Власть и деньги. Силы. Спокой спит. А? Спокой важен. Маршрутка да? Нет. Колица за маршрутки. А? Много власть и много денег. власть покой это ничего кроме себя и чувство покоя. Те кто имеет власть еще больше хотят покоя чем мы. А по-моему те кто я встречал несколько таких и я не согласен с тобой. Нет. Неправильно. Вообще неправильно. Я знаю несколько людей которые только и хотят работать. только это и хотят. Работать можно спокойно. Это тоже спокойно. Спокойно для такого людей это только плохого. это такие люди не хотят спокойно. Спокойно для них это проклятие. Это не существовать. Это люди которые хотят постоянно пахать постоянно что будет много суета много вокруг себя и много вокруг них там совсем не те люди. Есть таких которые хотят отдыхать не они это не тех людей. То есть мы уважаем людей мы чувствуем уважение к людей в основном. Даже если мы не такие. Если пройдет мимо нас физически сильный человек мы получим мы почувствуем перед него респект. Молодец. Молодец. Может кто-то может сказать неправда. сильный сон. Если пройдет мимо нас богатый человек не сразу но крышу проедет. Не важно но мы как какое чувство мы будем испытывать. Мы можем говорить зависть не зависть не важно он не пройдет мимо наше сердце. Мы посмотрим да если человек на высокую должность он вызывает у нас определенные чувства и не надо говорить что мы не уважаем его мы можем себе рассказать что мы он вообще не интересен можем чего-либо сказать но мы чувствуем какое-то чувство мы чувствуем какое-то чувство она запала у нас в сердце что мы не уважаем не уважаем а да может быть просто зацепилось вас не не правда мы не уважаем нет 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 я не говорю сейчас о таких качествах мы не уважаем человек если мы увидим просто так человек который сидит просто в сторону и читает книжки книжки не сильно не сильно не сильно если этого ум и знания приходит с должность да он интересен но если это приходит без это и без это не уважаем хотите доказательства не хочу передемки пур не хочу в этом это это точно можете проверить после юмки пур может быть поговорим об этом но это это так мы не обращаем внимания на качество не обращаем внимания если мы начинаем обратиться внимания к качеству это означает что мы стали более качественные люди нам надо заставить себя стать такими заставить себя заставить себя заметить их и не тех хорошо дам пример сколько из нас поедут в Израиль и будут поддерживать людей которые сидят и учат Тору в жизни то есть не работают не работают только учат Тору сколько из вас будут их уважать никто почему потому что не привыкли не привыкли мы уже говорили привыкли не привыкли это не ответ вы не привыкли на телефон и ходите с ним ну и что тебя никто не прошивали каждый день к попу и выходят из телефона это не объяснение это объяснение почему ты объясняешь себе что ты их не любишь почему ты не смотришь на них уважительно уважительно вот видите кто проявляет себе кто получил какое-то светское образование начал зарабатывать а если он просто сидит и учит плохо он для нас не реализует себе скажу вам более того и ученых вы не уважаете и светские ученые вы не уважаете если они не получили какой-то патент получили патент и куча деньги о хороший человек да вы даже называете меня сегодня 5 ученых в Украину в Криверог 5 можете а должностей можете меня называть 5 да почему не интересно не интересно подумайте об этом увидите что-то так не интересно мы не уважаем ни силу и ни должность и ни деньги не интересно нам а обратно если он туповать но с каком-то связи мы его очень уважаем прям обожаем его поверьте меня я работаю и вижу политика к сожалению вижу много еврейская политика знаю несколько людей там не все такие умные и этого много неумные и тем не менее все кудятся быкудны и цацкуют их такой жизни такой жизни то есть нам для того что жить по качеству мы должны себе заставить открывать глаза для того что мы станем качественными сколько поступки правильных мы делаем ненавиду людей а если мы будем себе учиться что-то мы бы хотели потом рассказать другим а сколько мы учим но ни с кем не говорим об этом вообще практически ничего почему качество для качества нам мало интересует нас интересует количество и плоды посредственность вот это и есть клепот они создали вот это мир это их илузия и сколько они побольше так мы так и живем если человек может вынимать себе отсюда и начинать уважать темы которые никто не уважает вот это уникальность вот это уникальность поэтому где вы увидите что там сильно уважают ученых втором где вы видите что люди сами себе учатся где вы видите что люди делают добро не означая нужно ли делиться с кем то нужно ли вот будьте знать там меньше клепот и больше истины больше правды больше божественности божественность это для себе и для всевешнему закончилась одна история это очень красивая история был один когда Большинтов начал быть подготовлен в небесах для того чтобы руководить и открыть новое видение в иудаизм Хасидут он очень сильно спротивлялся и не хотел раскрыться перед людьми и ему передали сообщение небесное сообщение почему ему нужно скрыться и у нас есть это запись не важно кому как не важно есть это запись из тех времен что это за история был обычный обычный еврей в цфат признал один из святых городов Израила ну он был очень простой человек очень простой человек но он делал перед Балмитсва или в день Балмитсва очень серьезный поступок из-за этого в небесные суды решили что надо его вознаградить отправили ответственность за пророк Ильяу и ты и скрыться перед него это большой подарок это очень великое достижение он дошел к нему постучали в дверь это значит что он пришел с человеческими обличиями говорили об этом когда-то этого человек открыл и он говорит ему я послан в небесах к тебе не пророк Ильяу я готов с тобой сидеть и поговорить на чем нужно только у меня есть одна поздна что ты мне расскажешь какая какой поступок ты делал такое что ты получил такую честь увидеть меня говорит ему евреи что увидеться с тобой я очень хочу безсомненно но сказать тебе что я делал не намеря я это делал для Всевышнего для тебя несмотря что ты пророк Ильяу несмотря что ты послан в небесный суд не скажу это между мной и Всевышнему естественно пророк Ильяу исчез в небесный суд поднялся очень большая очень большая шум восторг из этого человека теперь был отправлен пророк Ильяу не спрашивая его какое достижение поступок он делал в Бараметсово и он открылся перед него постоянно в определенное регулярное время каждое время и начал с ним учить Тору и он учил так много что он стал один из единственных в знании Тору и в праведности в его поколении когда он умер его принимали в небеса как принимается такой человек такая душа но были и вопросы к нему какой вопрос вопрос был в том что ты конечно великий человек тебе все ты заслуживаешь рай без вопросов только ты не помогал людей люди тебе не получили никакого блага и тебе нужно отправиться заново в этом мир и помогать людям делать что-то добро к людям говорили большинство что ты это душа и теперь у тебя есть выбор ты решил из-за себя в своем личном выборе не скрыться перед людьми и остаться такими до конца жизни предупреждали что это будет близко они останутся потому что нет причин оставаться когда душа заканчивает ее миссию в этот мир ее забегают у тебя уже нет причин оставаться здесь обратно зачем ты или ты будешь выполнять миссию которую тебе отправляли в небесах и тогда Рабисравль Большин Тор решил это делать скрылся и начал распространять свое видение в Тор и создал вот этого линия которая называется Хасидут вот представляете себе что этих людей никогда не хотели что-либо показать для них это было мучение мучение мешали с Любовичем скребе надо было бороться год что он согласится взять на себе должность Любовичем скребе умалали 5 Любовичем скребе Рабисравль 10 лет 10 лет у него был брат еще старший 10 лет они между собой боролись кто будет то есть не как вы думаете надо каждый сказал что второй должен быть 10 лет пока старший понял что это ну так нельзя он просто переехал из Любовича в другой город теперь будешь и он стал вот Ребецин Хаямушка никогда не пришла в синагогу никогда потому что у нее была сестра и мама если она придет конечно ее будут садить в первый ряд и будут вокруг нее все крутиться и она она не хотела что мама и сестра будет в чем-то ущемленной ущемленной не хотела что они будут чувствовать себя некомфортно вот это называется качество а это было не на виду они об этом не говорили это не было интервью которое она сказала давай я скажу почему я не прихожу этого мысля не было это была часть жизни одна из условий работы у львовчиски Ребе была никогда не говорить что видели в закрытой комнате никогда ни в каких обстоятельствах ни чем Ребе занимаешься с кем он вообще никогда ни о чем все что сказали сказали под разрешение и под какой-то причиной вот это называется качество мы будем изучать хотя бы несколько строков из нашей главе Пэрэк Ховбэйз 22 главе 129 страница по русски язычный перевод Ракша Тойро Дибро Келошен Гнейодом Тора разговаривала с нами в человеческом языком и несмотря что Речу Всевышнему это не такая речь как у нас в 10 речей 10 речей 10 речей нам говорят нам говорят речь это означает что надо понять что это за речь это божественная речь но она говорила Тору говорила это человеческим языком что мы поймем о чем идет речь идет речь о речь когда ты когда ты ищешь под текст качество это слово которое называется речь то ты понимаешь духовности когда ты смотришь на слово речь он сказали речь что ты увидишь упаковка хорошего вечера гмаха симутоева хорошая запись